Иово Иово То, что это был человек Богобоязненный Праведный Да? Конечно же, мы понимаем Что Полностью праведных людей нет Библия говорит, что Совершенно праведного человека Нет ни одного Даже твой, может быть, сосед Как бы он красиво не выглядел Все равно Сколько бы он лет не ходил Все равно Сколько бы он времени в церкви не находился Все равно он Ну, что-нибудь бывает Да сделает не так Аминь Скажи ближнему Ты, бывает, что-нибудь делаешь не так Но это правда Что-нибудь делаешь не так Но Мы говорили, что Иов Он был вот таким Богобоязненным Таким праведным Ну, вот Максимально возможно То есть Иов, он здесь Является неким образом Хорошего человека Вот Хороший человек Хороший верующий Ищущий Господа Там Хороший верующий И вот Главный вопрос Этой книги Не просто Почему страдания Главный вопрос Этой книги Почему Почему хорошие люди Страдают Почему Хорошие люди Переживают Ужасающие Беды Да Причем Такие Беды Что порой И плохие Не переживают Почему Такое происходит Если все Притом Находится В Божьих руках И вот Мы читали Что ужасные Страдания Пришли в жизнь Иова У него было Полностью Сокрушено Разбито Все чем он владел Его имущество Его стада Он был очень Знатным человеком Известным человеком Он потерял Своё имущество Он потерял Детей своих Всех Они погибли И он потерял Своё здоровье Единственное Что у него Ещё осталось Это только жизнь И к нему Пришли Трое Его друзей Причем Вы сами Понимаете Что поскольку Он был человек Значимый Такой Известный То и друзья У него были Соответствующего Уровня Это не то Что там С соседней улицы Три друга К нему пришли Или из соседнего Подъезда Написано Что они были Вообще Из разных мест Они пришли К нему Из разных мест То есть они Там в своих местах Наверняка Тоже были Такими Известными И значимыми Людьми Их звали Елифас И он был Поскольку Вот он написано Феманитянин Вилдат Савхиянин И Сафар Наамитянин И целую неделю Друзья Молча Сидели С ним И на этом Мы с вами Закончили Прошлое собрание И теперь Давайте откроем Третью главу С первого стиха Молчание Нарушает Сам Иов Который Начинает Свою речь С таких слов После того Открыл Иов Уста Свои И проклял День Свой Я хочу Ваше внимание Обратить Он не Бога Проклял А что проклял День Свой Проклял И мы Видим В Священном Писании Что Это не только Словом было У пророка Читаем Что тоже Проклят день В который я Родился Иногда бывает Ты переживаешь Жизни Такое Что думаешь Лучше бы меня Не было Вообще Чем пережить То что я Сейчас переживаю И Дальше он Говорит так Вот Про Второй стих И начал Иов и сказал Погибни день В который я Родился И ночь В которую Сказано Зачался Человек И вот он Про ночь Говорит такие слова В девятом стихе Да померкнут Звезды Рассвета Ее Пусть ждет Она Света И он Не приходит И да не Увидит Она Ресниц Деницы За то Что Не затворила Дверей Чрева Матери Моей И не Сокрыла Горести От Очей Моих Я хочу Ваше внимание Здесь на одно Слово Обратить Которое Я считаю Очень важно Вот смотрите В третьем Стихе Написано Не в третьем В девятом Стихе Написано И да Не увидит Она То есть Ночь Он про ночь Сейчас говорит Не увидит Она Ресниц Деницы Деница Здесь В еврейском Стоит Слово Хейлель Хейлель Переводится Утренняя Звезда Или скажем так Предрассветная Звезда То есть Когда уже Приходит Рассвет И вот Последняя Звезда Утренняя Которая Последняя Еще остается И светит Вот Это Слово Означает Хейлель В греческом Переводе Септуагинты Это слово Звучит Так Эос 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 Эосфор Эос Заря Фор Нести Эосфор Как бы Зареносец Несущий Несущий Зарю А в Латинской Библии В латинском Переводе Библию В вульгате Я думаю Некоторые Догадываются Чем я говорю Это слово Звучит Люцифер Люцифер Означает Светоносный То есть Тот Кто Несет Несет Свет И Это слово Встречается У пророка Исаии В 14 Голове Где Такие слова В 12 Стихе Я хочу Просто отвлечься Немножко Как упал Ты с неба Деница Зари Разбился О землю Попиравшей Народы Вот тоже Слово Деница У нас В нашем Синодальном Переводе Точно так же Здесь в Латинской Библии Слово Люцифер Звучит Люцифер О чем О ком Здесь говорится У Исаии Как упал Ты с неба Деница Сын Зари А? Ну конечно Мы сразу Думаем Ну а сатане А дьяволе Но если Мы с вами Читаем Эту 14 Главу Исаии Там О ком Кому Обращены Эти слова Царь Царь Вавилона То есть здесь По сути Говорится О человеке Вот я вам Обращу внимание Вот в Исаии 14 главе Вот если мы 12 стих читали Мы прочитаем 16 стих Здесь говорится Видящие тебя Всматриваются в тебя Размышляют о тебе Тот ли это человек Который Колебал землю Потрясал царство То есть Здесь говорится О человеке И что интересно Где-то начиная С Тертулиана Это где-то Третий Четвертый век Стали Истолковывать 14 главу Книга Пророка Исаии Как то Что относится К падению Сатаны Конечно Это толкование Ну лично у меня Честно скажу Вызывает много Вопросов Но в любом случае Даже если Предположим Так Это говорится О сатане Есть такое Общепринятое толкование Мы уже Когда сейчас Открываем Исаию 14 главу Ну у нас даже Вопросов нет Ну конечно О сатане Хотя где тут Написано Сатана Или что-то еще Нет Здесь Здесь не написано Здесь говорится О человеке О царе Но даже если мы Предположим Что это относится К сатане Является Слово Люцифер Именем Дьявола Почему Дьявола Стали Называть Люцифером И все дело в том Что Наверное В самом таком Знаменитом Английском переводе Как вот у нас Вот есть Синодальный перевод Точно так же В английском языке Самый знаменитый перевод Это перевод Короля Якова Это 17 век Так вот Когда В этой В Библии Короля Якова Переводили 14 главу Книги Пророка Исаия То перевод Звучит так Как упал Ты с неба Люцифер Сын Зари И в Библии Короля Якова Слово Люцифер Стоит Поставили С большой буквы То есть Не просто Как там Сын Зари А вот Как некое Такое Имя Собственное Так как бы Получилось Что это Не просто Обращение Это обращение Как будто К сатане К Люциферу И очень важно Знать Что Ни иудеи Ни ранние Христиане Не использовали Вот это слово Хейлель Утренняя звезда Не использовали Как имя Сатаны Никогда Раннее христианство Не использовало Так как имя Сатаны Иудеи Не использовали Так как имя Сатаны Более того У них это слово Вообще Не несло Негативного Оттенка Потому что Мы видим Что В Новом Завете Сам Иисус Называет Себя Как Помните Звезда Светлая И утренняя Вот смотрите Откровение 22 глава 16 стих Я вторую часть Этого стиха Прочитаю Я Есмь Корень И потомок Давида Звезда Светлая И утренняя Вот Видите Как парадоксально Иисус Иисус Является Утренней Звездой То есть Хейлель Утренняя Или скажем так Самая поздняя Предрассветная Предрассветная Звезда Иисус Называет Себя Так Более того Интересно Что в Римской Империи Слово Люцифер Иногда Использовали Вообще Просто Как Мужское Имя Использовали Мужское Имя Например В четвертом Веке Жил такой Епископ Его звали Святой Люцифер Он выступал В свое время Против Ориан Боролся С орианством То есть Это было Обычное Имя Но Очень интересно Что сегодня Слово Которое Вообще Не имеет Никакого Отношения К дьяволу По писанию Которое Никогда Ранние Христиане Не относили К дьяволу Иудеи Не относили К дьяволу Сегодня У нас Имя Люцифер Чуть ли не Самое Главное Дьявольское Имя Когда там Читаешь Например Данте Божественную Комендию Там В основном Дьявол Называется Этим Именем Люцифер И современные Сатанисты Тоже называют Себя Слугами Люцифера Хотя Основываясь Опять таки Повторяю На Христе На нашей Библии На священном Писании Мы видим Что нигде В Библии Дьявол Люцифером Впрямую Никогда Не назывался И таким образом Смотрите Мы часто Сталкиваемся С такой вещью Одно дело Изучение Писания Но От последней Книги Священного Писания Насколько Разделяют Уже Времени Две тысячи лет И за эти Две тысячи Лет В христианстве Столько Появилось Своих Таких Вещей Которые Для нас Такое чувство Что они Как будто Неразрывно Связаны С Библией Ну понятно Люцифер Это дьявол Когда мы Начинаем Это изучать Мы видим Что на самом деле Нет Непонятно Почему так Нет Непонятно То есть Это позднейшие Скажем так Наши христианские Нововведения Такие Вот Хотя имя Люцифер Оно к дьяволу Не относится Ну это просто Вот Заметка Потому что Здесь как раз Стоит В латинской Библии Да Не увидит Она Ресниц Деницы Вот Ночь Не увидит Ресниц Деницы В латинской Библии Здесь стоит Да не увидит Ночь Ресниц Люцифера Зловеще звучит Хорошо Двадцатый Стих На что Дан Стих Дальцу Стих Которого Путь Закрыт Чего И он О чем О чем О чем Говорит О самоубийстве Для меня Рабость Была бы Найти Гроб Лучше Чем Клад Вырыть Смерть Для меня В этом Состоянии Найти Знаете Я На прошлой Неделе В энциклопедии Прочитал Такие Данные Что По По Сведениям Всемирной Организации Здравоохранения Ежегодно Около Одного Миллиона Человек Совершает Самоубийство То есть На земле Каждые Сорок Секунд Кто-то Добровольно Заканчивает Путь Особенно Это касается Молодых Людей От 15 До 30 Лет Там тоже Вот Когда я Смотрел Данные Всемирной Организации Здравоохранения Там было Показано Что Самоубийство В этом Возрасте Является Второй Причиной Смертности Второй Причиной Смертности Самоубийства И К сожалению Тоже Вот данные Современные Наша Страна Наряду С Литвой И Белоруссией Являются Одними Из Лидирующих Стран По Самоубийствам Традиционно Я думаю Многие из вас знают Что Самоубийц Не Отпевали В церквах И даже Их Чаще всего Вообще Не хоронили На христианских Кладбищах Их Хоронили За оградой Считалось Что они Совершили Два Ужасных Греха Это Грех Уныния И грех Смертный Грех Уныния И грех Убийства Хотя Если мы С вами Посмотрим Опять Как я Говорю Книга Иова Лично Меня Побуждает Во многом Пересмотреть То Что Говорит Библия И то Что Мы Смотря На нашу Христианскую Историю Смотрим Через Призму Этих Двух Тысяч Лет И у нас Уже Многие Понятия Настолько Бывают Исказились Что Мы Даже Уже Как Их От Библии Не Разделяем Вот Наверное Так Библия Учит Хотя Если Мы Подумаем А где В Библии Написано Что Самоубийцы Идут В ад У Самоубийцев Нет Шанс Это Ужасающий Грех Когда Мы Читаем В Десяти Заповедях Не Убий Есть Такая Заповедь Но К чему Она Относится Здесь Говорится Конечно О Преступлениях Здесь Не Абсолютизируется Вообще Убийство Потому Что Когда Бог Дал Десять Заповедей После Он Говорил Что За Некоторые Грехи Должна Быть Что Смертная Казнь То есть Бог Вообще Не Говорил Что Ни В Коем Случа Ни При Каких Условиях Нет Когда Говорится Не Убий Это В Контексте Именно Преступной Деятельности Говорится Убийство Убийство Кого Кого Другого Да Из Каких То Своих Побуждений Корыстных Поэтому Ну Если Мы Будем Честны Ну Это Очень Трудно Отнести Вот Эту Заповедь Именно Именно К Самоубийству Более Того Мы же Понимаем С вами Что Люди Которые Совершают Самоубийство Делают Это Чаще Именно В таком Ужасающем Состоянии Часто Именно В Депрессивном В Депрессивном Состоянии Когда Для Них Смерть Более Желанна Чем Даже Драгоценный Вырытый Клад То есть До чего Дошла Жизнь Этих Людей И Когда После Этого Родственникам Человека Который Совершил Самоубийство Говорят Ну Что Вот Он Мы Даже Молиться За него Не будем Он Идет Прямиком В ад Совершил Такой Ужасающий Грех То есть У него Здесь Ужас Был У Этого Человека И потом Вообще Никакой Надежды Но Где Об этом Говорится В Библии Вы знаете Я вам скажу Я абсолютно Убежден Что Нету В Писании Вот Оснований Для Таких Теорий И для Таких Учений Я верю В абсолютно Величайшую Милость Нашего Господа Не Не нужно Ничего Тут Додумывать Не Нужно Ничего Придумывать Но Вот Сама Книга Иова Она Учит Нас Чему Вот Почему Я Абсолютно Убежден Что Мы Христиане Часто Ну Как Бы Стараемся Эту Книгу Не Рассматривать Она Нас Пугает По сути Вот Если Мы Будем Честны Нас Книга Иова Пугает Почему Эта Книга Иова Пугает Нас Потому Что Мы Понимаем Что На Месте Иова Может Оказаться Любой Из Нас Вот В чем Страшно Что Мы Тут За Иова Переживаем Нет Мы О Себе Думаем И Вот Когда Мы Думаем Об Этом Состоянии И Книга Иова Часто Не Вмещается В Наши Теории В Наши Богословия Какое Не Вмещается Хотя По Существу Книга Иова Вокруг Тебя Везде И Тебе Кажется Что Самым Желанным Кладом Твоей Жизни Была Бы Смерть Был Бый Гроб Книга Иова Учит Бог Не Допускает Испытания Сверх Сил Не Сдавайся Потому Что В конце В этой Книге Мы Видим Благословение Пришло В Жизнь Иова Сама Книга Иова Показывает Может Быть Тебе Трудно Может Быть Церкви Или Там Смотрит Эту Программу По Онлайн Трансляции Были Ран Когда Либо Такие Мысли Так Вот Книга Иова Говорит Не Сдавайся Не Сдавайся Не Нужно Думать Что Если Там Самоубийство Все Там Ад Гена Огненная Нет Бог Милостивый Но Не Иди На Этот Безумный Шаг Все Равно Потому Что Бог Проведет Тебя Даже Долиной Смертной Тени И В конце Я верю В Божье Благословение Не Сдавайся Не Сдавайся Хотя Состояние Иова Мы Можем Понять У нас Бывает Отчаяние Когда Нет Таких Великих Бед А мы И то Отчаиваемся А что Было В жизни Иова И Вот Смотрите В этой же 24 Иов Продолжает Вздохи Мои Предупреждали Хлеб Мой И Стоны Мои Льются Как Вода Ибо Ужасное Чего Я Ужасался То И Постигло Меня И Чего Я Боялся То И Пришло Ко Мне И Вы знаете Конечно Когда Мы Читаем Эту Книгу У Нас Главный Вопрос А Почему Все Это Произошло С Иовом И Опять-таки За две тысячи лет Христианство Выдвинуло Разные Предположения Почему Наверняка Многие Из вас Слышали Что Разгадка Страданий Иова Именно Вот В этих Стихах Чего Я Ужасался Ибо Ужасное Чего Я Ужасался То И Постигло Меня И Чего Я Боялся То И Пришло Ко Мне Обычно Проповедники Движения Веры Об этом Учат Говорят Что Я Ужасался Получается Парадокс Помимо Того Что Ты Чего Боишься Самое Страшное Чего Ты Должен Бояться Ты Больше Всего Тебя Должен Страшить Сам Страх Думаешь Я И Так За Какие То Вещи Переживаю А Еще Оказывается Страх Мои Переживания Это Вообще Самое Страшное Из Всего Что Вообще Можно И тут Вообще И Возникает Вопрос Слушайте Давайте Будем Честными Потому Что Вот Такие Предположения Не Надо Бояться Вот Это Как Друзья Иова А Вообще Существуют Такие Люди Которые Вообще Никогда Ничего Не Боятся И Что Всех Вас Чего Вы Боялись И Постигало Это Кто Нибудь Боялся Когда Нибудь Утонуть Ну Боялись Но Вы Здесь Это Пастор Еще Не Вечер Вы Знаете Я к чему Это Говорю Да К тому Что Бог В Нас Вложил Некую Осторожность Да Есть Вещи Которых Мы Боимся А Без Этого Не Было Бы Чувства Самосохранения Да Мы Переживаем За Своих Детей Без Этого Мы Не Были Бо Внимательны Не Были Бы Это Многое В нашей Жизни Помогает Нам Другое Дело Когда Наши Переживания Наши Страхи Превращаются В какой-то Огромный Ужас И этот Ужас Нас Ковывает Конечно Нужно Стремиться Не быть Во власти Вот Такого Ужаса Потому Что Он Ограничит Тебя И он Укордет От тебя Многие Божьи Благословения Правда же Но Сказать Что Все Это Из-за Страха Вообще Знаете Есть Некоторые Проповедники Которые У них Все Происходит Передергивание Они Верят В веру И Ужасаются Страха Получается Парадокс Если бы Причиной Бед Был Страх Бог Бы На это Указал Когда Начал Говорить Слово Но Бог Об этом Вообще Не Упоминает Поэтому Конечно Нормально Переживать За детей Это нормально Я вот Скажу вам Честно Не за всех Детей Я переживаю А за Каких За своих За своих Это нормально Без переживаний Не было бы Определенной Заботы Не было бы Внимательности Не было бы Осторожности Да ведь Ну вот Мы недавно Гуляли И там были горы И мой сын Подбежал К краю Я запереживал И говорю Нет Нет Сынок Давай Отойдем Это Нормальное Чувство Но конечно Когда страх Превращается В ужас Который Вот ты Просыпаешься Этот ужас Висит Вокруг тебя Это конечно Неправильно И мы должны Быть Мы должны Выходить Из этого Состояния Но делать Страх Причиной Несчастья Человека Это неправда Потому что Не у всех Великие Несчастья А переживают И боятся Все люди Так мы Устроены Поэтому Скажем так Не катит Это Объяснение Хотя Признаюсь Вам честно Некоторое Время Я сам Думал так Был таким Послушным Молодым Пастором Всему верил Хорошо И вот Смотрите Четвертая Глава После того Как Иов Рассказал О своих Бедах Конечно же Мы не можем Читать Все здесь Стихи У нас Нет столько Времени Я планирую Ну где-то Три-четыре Собрания Ну может Максимум Пять Провести На книгу На тему Книги Иова Поэтому Мы не будем Все стихи Разбирать Но некоторые По моему мнению Ключевые Стихи Разберем И вот смотрите Иов Начал свою Речь Рассказал О своих Несчастьях О своих Бедах Проклял День Свой И вот Заговорил Первый Друг Елифас Четвертая Глава Первый Стих И вот Елифас Отвечал И сказал Если Попытаемся Мы Сказать К тебе Слово Не тяжело Что ли Будет Тебе Это хороший Вопрос Прежде Чем Говорить С людьми Прежде Чем Попытаться Что-то Человеку Объяснить Сначала Подумай Какое Воздействие Произведет Твое Слово Потому что Хотя Наш Недавний Именинник И произнес Великие Слова Нам не дано Предугадать Как слово Наше Отзовется Но порой Нам дано Предугадать Поэтому Прежде чем Сказать Подумай Хорошо Впрочем Кто Может Возбронить Слово Вот Ты Наставлял Многих И Опустившиеся Руки Поддерживал Падающего Восстанавливали Слова Твои И Гнущиеся Колени Ты Укреплял А теперь Дошло До Тебя И Ты Изнемог Коснулась Тебя И Ты Пал Духом Здесь Опять Показан Иов Иов Сталкиваясь С несчастьями Других Людей Как себя Вел Поддерживал Наставлял Поддерживал Руки Падающих Восстанавливал Гнущиеся Колени Укреплял А друзья Не Похожи Иова Он Поддерживал Нуждающихся Да Они Начинают Его Учить Почему С ним Произошла Такая Беда Это так Похоже на Христиан Которые Часто Видя Нуждающихся Людей Вместо Того Чтобы им Просто Помочь И поддержать Начинают Там Как-то Поучать А в чем Брат Причина Вот этих Твоих Несчастья Вы знаете Вот У нас В семье Вот есть Такое Правило Если Приходят Трудности Если Приходят Беды Мы Должны Наоборот Сплотиться Поддерживать Друг Друга Чтобы Преодолеть Этот Трудный Жизненный Период К Сожалению Во многих Семьях Не так И Когда Приходит Беда Вместо Того Чтобы Сплотиться И Вместе Пройти Они Начинают Друг С Другом Разбираться А кто Виноват Есть Такое И Получается Двойная Беда У них И Сложность В жизни И Внутри Начинаются Разборки Ссоры Взаимные Упреки И Взаимные Обвинения Вот Здесь Моя Семья Супруга Дети Они Знают Когда У нас Сложность Я говорю Так Мы Перестаем Разборки Мы Перестаем Выяснять Кто Прав Кто Виноват Мы Заплачиваемся Чтобы Пройти Эту Сложность Эту Трудность Я Б Очень Хотел Чтобы Точно Такое Же Правило Было Не Только В Моей Семье Но И В Нашей Духовной Семье В Нашей Церкви Когда Вы Видите Людей В Трудностях Людей Видите Людей В Беде Не Начинаем Брат А Давай Разберемся И Мы Такие Прям Все Эксперты Становимся Мы Уже Забываем Что Мы Тут Натворили Порой В Жизни Нам 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 Натворил Я Думаю В Этому Причина Популярности Многих Телесериалов Вместо Чтобы Со Мной Со Своей Семьей Разобраться Нет Мне Лучше Про Семью Джона Дона Педра Интересно Посмотреть Хотя Сейчас Не знаю У меня Дон Педра У меня Все Сериалы С того Время Сейчас У нас Российские Уже Хватает Этих Сериалов И Люди Приятно В чужой Жизни Покопаться И Это Все Под Обличием Участия А на самом Деле Никакого Тут Нет Участия Участие Это Поддержать Это Помочь Это Просто Обнять Как Они Вначале Сделали И Просто Посидеть Порой Да Ну Нет Мы Вот Нам Нужно Все Всем Все Объяснить Мы Себе Не Можем Все Объяснить Но Соседям Мы Все Объясним В своей Жизни Мы Слабо Разбираемся Но В Жизнях Других Мы Видим Все Причины Всех Бед Всех Трудностей И Всех Несчастий Скажи Соседу Не Делай Никогда Так Шестой стих И вот Смотрите Елифас Начинает Поучать Это Самое Нужное Сейчас Для Иова Объяснить Ему Причину Произошедшего Богобоязненность Твоя Шестой Стих Не Должна Ли Быть Твоею Надеждою И Непорочность Путей Твоих Упованием Твоим Вспомни Погибал Ли Кто Невинный И Где Праведные Бывали И И И Где Праведные Бывали Искореняемы Как Я Видел То Оравшие Нечестия Пахавшие Нечестия И Сеявшие Зло Пожинают Его От Дуновения Божия Погибают И от Духа Гнева Его И И И И И И Если Причину Страданий Иова Некоторые Видят В страхах Иова Это Честно Сказать Не Такая Уж Большая Категория Христиан То Что Учит Елифас Это Самая Распространенная Даже Среди Христиан Теория Страданий Не бывает Без причины Иов Причина Твоих Страданий Что Грех Причина Твоих Страданий Грех Драгоценное Я хочу Тут пояснить В глобальном Плане Это Правда Грех Действительно Является Причиной Земных Бед Но Верно Ли Это Всегда В личном Плане Всегда Ли В личной Нашей Жизни Грех Является Именно Источником Страданий Ведь Мы Часто Являемся Заложниками Нашего Окружения Жизни Которая Происходит Вокруг Нас Ситуации В которой Находятся Люди Вокруг Нас Мы Что Избегаем Этого Что ли Вот Помните Когда Господь Хотел Уничтожить Содом Авраам Начал Молиться За этот Город И говорил Ему Господь А если Там Пятьдесят Праведников Найдется Помните Что Бог Сказал Не Уничтожу Город Предположим В Содоме Нашлось Пятьдесят Праведников Бог Не Уничтожил Город Предположим Вполне Возможно Люди Содома Считали бы О С нами Все Хорошо Небо Чистое Солнышко Светит Богу Угодно Наша Жизнь Так вот Когда Когда В твоей Жизни Все Нормально Это Не Означает Что Ты Все Делаешь Правильно С Другой Стороны Помните Авраам Сказал Бог А если Сорок Бог Говорит В Содом От жизни От жизни Оказалось бы А ведь Это Самое Распространенное Религиозное Объяснение И в то время И во время Иисуса Христа И сейчас Это Самое Распространенное И сегодня Христиане Говорят А ну-ка Давай Брат Покопаемся В твоем Прошлом А ну-ка Сестра Давай Исповедуйся Как перед Господом Что она Творила Мы Абсолютно Убеждены Логическая Такая Цепочка Грех Наказание Согрешил Потому И наказан А если Не знаешь Что согрешил Так Поищи Религия Очень любит Не Бога Искать А грехи Искать Этим И занимаются Друзья Иова Они Выискивают Грехи Не Бога Побуждают Иов Выискать Грехи Иов Давай Свои Ищи И вы знаете Может быть Я вот сейчас Говорю И все говорят Виктор Ну так понятно Так понятно Но я вам скажу Честно Я когда Впервые Читал книгу Иова 30 лет назад Для меня Речи Друзей Иова Были намного Более логичными И убедительными Чем речи Иова Самого И когда В конце Бог сказал Что друзья Неправы Я был В недоумении Думаю Как неправы Так все хорошо Объясняют Потому что Друзья Иова Это и есть Типичная Религия Они Казалось бы Аперируют Такими Правильными Понятиями Но они Так Спросили у него Рави Кто согрешил Он Или родители его Что родился слепым Видите То же самое Что было у друзей Иова Было и учеников Иисуса Те же самые То есть У человека проблемы Ну тут два варианта Либо его личный грех Либо наследственное проклятие Поэтому Либо ты должен Покаяться Своем грехе И не грешить Тогда все будет хорошо Либо тебе нужно Сейчас освободить От наследственного проклятия У нас в христианстве Специалисты Найдутся И вот смотрите Рави Кто согрешил Он Или родители его Что родился слепым И Иисус отвечал Не согрешил Ни он Ни родители его Но это для того Чтобы на нем Явились дела Божьи Видите Вот Три друга Иова Вот они Они немножко По-разному говорят Но они все Двигают Одну и ту же Теорию Потому что Это самая Распространенная Точка зрения Религиозных Людей И я вам хочу сказать Некоторые христиане Порой Бездумно Цитируют Какие-то фразы Из книги Иова Например Какие-то фразы Друзей Иова Хотя Мы забываем Что Бог-то Не одобрил их Точку зрения У них есть Классные выражения Но суть у них Неправильная Это так похоже К сожалению На Некоторых Верующих Сегодня И вот Друзья Его убеждают Что без страданий Что Точнее Без вины Страданий Не бывает Иов должен Вспомнить Что он натворил Покаяться Есть другая сторона У этой У этой Теории Если ты Благословлен Если ты Процветаешь Значит Что Молодец Правильно Живешь Другая сторона Страдаешь Загрешил Все у тебя В жизни Хорошо Значит Богу угодно Твоя жизнь И вот Знаете Что я вам скажу Вот Книга Иова Она Разрушает Эти Казалось бы По-человеческому Логичные Теории Полностью Разрушает Поэтому Мы христиане И редко читаем Эту книгу Мы не хотим Эти теории Разрушать У нас в сознании И вот Смотрите Двенадцатый стих Елефас Продолжаешь И вот Ко мне Тайно Пронеслось Слово И ухо Мое Приняло Нечто От него Среди Размышления Ночных Видений Когда сон Находит на людей Объял Меня ужас И трепет И потряс Все кости Мои И дух Прошел Надо мной Дыбом Встали Волосы На мне Он Встал Но я не Распознал Виды Его Только Облик Был Пред глазами Моими Тихое Венье И я Слышу Голос Человек Правед Праведнее Бога Это Нормальные Слова Нормальные То есть Поймите Они Оперируют Внешне Хорошими Словами Правильными Фразами Муж Чище ли То есть Муж Человек Чище ли Творца Мы Понимаем Конечно же Конечно же Нет Конечно же Нет Но как он Это все Делает И вот Знаете Опять-таки Да Вот что Делает Религия Чтобы Усилить Своё Воздействие Оно Подкрепляет Свои Теории Духовными Переживаниями О Иов Это не просто Я тебе говорю От своего Ума Нет Ночью Когда все Спят Я не спал Дух Нашел Голос Зазвучал Вот это Распространенный Религиозный Прием Люди Часто Чтобы усилить Своё Воздействие Начинают Подключать Духовность Чтобы Как бы Манипулировать Тобой И Сколько Есть В религии Манипуляций Бог Мне Открыл Бог Мне Сказал Потому что Вы знаете Вот Для обычного Человека Ну Бог Мне Сказал Но это Что-то Особенное Правда же И ты Думаешь Что Бог Мне Ну Это Наверное Что-то Должно Быть Такое Если Если человек Произносит Бог Мне Сказал Ты думаешь Что Вот Это Особенная И Трепетная Фраза Для Всех А это Не Для Всех Некоторые Некоторые Им Ничего Никто Не Говорил Но Они Бог Мне Сказал Они Ничего Не Переживали Может Он Наелся На Ночь Вспотел Ужас Надо Мной Вспотел Дух Нашел И Начинают Нести Ахинею К сожалению Молодые Христиане Порой Не Могут Распознать Бог Мне Показал Брат Про Тебя Ты Должен Срочно Отправляться В Камбоджу Ты Думаешь О Господи Ты Должен Срочно Жениться На Мне Бог Сказал Ты Должен Срочно Заняться Этим Ты Должен Срочно 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 Дать Мне Денег Тогда Бог Тебя Благословит Так Что Ты Представить Себе Не Можешь Но Это Нужно Сделать Прямо Сейчас И Срочно И Все Отдать И Как бы Поддающиеся Не побоюсь Этого Слова Гипнозу Верующий Говорит Да Наверное 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 А потом Сидят У Разбитого Корыта А Вроде Б Знаете Вот Такие Слова Брат Слава Иисусу Христу Он Господь Это Ж Верные Слова Знаете Я Сколько Слышал Слава Богу Иисус Господь Такие Красивые Слова И в то же Время Люди Несли Полную Ахинею Не Поддавайтесь Под эти Манипуляции Как бы Их люди Не Расписывали Для меня Вот Являются Очень 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 важны Вот Эти Слова Которые В 62 Псалме Мы Читаем Однажды Сказал Господь И дважды Слышал Я Это Мне За Вот Почти 30 лет Моей христианской Жизни Да Столько Было Разных Пророчеств Слов Всевозможных Я вам Скажу Если То что Мне Пророчествовали То что Мне Говорили Соответствовало Тому Что Я Внутри Себя Переживал Я Эти Пророчества Принимал Как Подтверждение Однажды Сказал Господь И дважды Я слышал Это Сначала В своем Сердце А потом Еще От Кого То Как Подтверждение Но Если Кто То Мне Что То Говорил Я Был Шокирован Потому Что В жизни Об Этем Не Думал То Я Признаюсь Я Забывал Об этих Всех Пророчествах А мне Иногда Такие Известные Личности Пророчеств Ты должен Поехать В Камбодж Ты думаешь О А где Это Если А где Это Забудь Не От Бога Понимаете Поэтому Вот смотрите Первая Иоанна Четвертая Глава Первый Стих Апостол Нас Учит С вами Возлюбленные Не Всякому Духу Верьте Но Испытывайте Духа От Бога Ли Они Потому что Много Кого Кого там Появилось Много Лжепророков Поймите Всегда В церкви Было Пророческое Служение И Всегда В церкви Было Лжепророческое Служение Но Если бы Не было Пророческого Не было бы Лжепророческого И Лжепророческое Всегда маскируется Под Пророческое Служение Не Всякому Духу Верьте Потому что Много Проверяйте испытывайте, а не сразу же трепещите, принимайте, не противьтесь Богу. Нет, нет, это манипуляции. Бог нас учит, там двое, трое порочествуют, а прочие, пусть молчат, пусть трепещут, нет, рассуждают. Прочие рассуждай, рассуждай. Хорошо. В общем, подкрепив свою теорию духовным переживанием, Елефас закончил. Шестая голова, первый стих. «И отвечал Иов и сказал». То есть после каждой речи друга Иов отвечает. «О, если бы верно взвешены были вопли мои, И вместе с ними положили на весы страдание мое, Оно верно перетянуло бы песок морей. Оттого слова мои неистовы, Ибо стрелы вседержителя во мне, И яд их пьет дух мой, Ужасы божие ополчились против меня». Не случайно на прошлой проповеди я специально подчеркивал, что вот эта картина, что есть два Бога, светлый и темный, светлый посильнее, темный послабее, светлый называется нашим Господом, а темный называется сатаной, это не библейские теории, что они там сражаются, война происходит там между ними, и всевозможные. Это не библейская теория. Мы не верим в двубожие, мы верим в монотеизм, мы верим в Бога, в Содержителя. И я абсолютно поддерживаю вот позицию иудаизма, который смотрит на сатану, как просто на цепного пса, который всемогущий Бог, даже его может использовать для своих целей. И поэтому заметьте, здесь, в этой книге, когда начинаются речи, вообще уже ни о каком сатане не идет никакой речи, да? Иов говорит о ком все время? Чьи стрелы пронзили меня, а? Неправильно, Иов, ты говоришь, нет. Да дьявол тебя. Бог лишь допустил. Он понимает, кто допустил-то. Он понимает. Запомните, все, что происходит в вашей жизни, это картина ваших взаимоотношений с Господом. Бог может к вам прийти через разные ситуации. Поэтому Иов здесь с Богом разговаривает. Иов про Бога говорит. Как бы это некоторым христианам не казалось странным. Нет, нет, брат. Да, сестра. Иов, 6 глава, 24 стих. Продолжает Иов. Научите меня, и я замолчу. Укажите, в чем я погрешил, как сильны слова правды. Но что доказывают обличения ваши? Вы придумали речи для обличения. На ветер пускаете слова ваши. Видите, в чем разница? Друзья Иова говорят просто общие слова, вот эти общие теории. Иов требует конкретики. Он говорит, у вас просто есть ваши теории, и вы пытаетесь мою жизнь включить вот в систему ваших мировоззренческих теорий. Он говорит, не надо это, вы про меня скажите. А вот понимаешь, брат. Нет, вы про меня скажите. Про меня. Вот конкретно. Хорошо. Если грех вот привел к такому, в чем я согрешил, что меня отличает от вас, какой я такой ужасающий грех совершил, в отличие от вас, что вот у вас такого нет, у меня есть. Вы скажите мне конкретно. Ну покаяться. Хорошо. В чем? Скажите. Брат, если ты не знаешь, в чем покаяться, это самый страшный грех. Религия всегда набор правильных слов, но без смысла. Правила, схемы, теории, структуры богословские. Вера, это живые отношения с Богом. Понимаете? Это наступает в жизни у каждого. Это у меня произошло, когда я вышел из этих теорий, там научили меня. Я хочу отношений с Господом. Я с Богом хочу отношений. И он точно так же говорит, давайте поговорим конкретно вот про мою жизнь. Вы не говорите вот этим в общем. Конкретно, что за грех? Что за грех? Да, есть принципы сеяния, жатвы, что посеешь, что пожнешь. Да, есть такие принципы, но давайте будем с вами честны, что эти принципы везде мы можем наблюдать, а? Они что, вот везде безошибочно работают и действуют? Это не христианство, это индуизм. Индуизм учит о карме. Всякая жатва является следствием какого-то твоего сения. Это индуистические восточные теории. Многие христиане в них живут совершенно, в этих теориях. Так вот, книга Иова эти теории разбивает. И не только книга Иова эти теории разбивает. Например, Ассав, он тоже задавался таким вопросом. Давайте вот откроем 73-й Псалом. Чтобы вы видели, это не только книга Иова вот об этом учит. Ассав, 73-й Псалом с первого стиха. Псалом Ассава. Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцем. А я едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои. Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечистивых. Ибо им нет страданий до смерти их и крепкие силы их. На работе человеческой нет их. И с прочими людьми не подвергаются ударам. Оттого гордость, как ожерелье, обложило их. И дерзость, как наряд, одевает их. Выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце. Над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока, поднимают к небесам уста. Язык их расхаживает по земле, потому тут даже обращается народ его и пьют воду полную чашую. И говорят, как узнает Бог, если в веденье у Всевышнего и вот эти нечистивые благоденствуют веки сём, умножают богатство, так не напрасно ли я очищал сердце моё и омывал в невинности руки мои и подвергал себя ранами всякий день, обличениями всякое утро. Но если бы я сказал, буду рассуждать так, то я виновен был пред родом сынов твоих. И думал я, как бы уразуметь это. Но это трудно было в глазах моих, доколе не вошёл я в Освятилище Божье и не уразумел конца их. Понимаете, пока мы живём на земле, у нас есть много вопросов, потому что вроде сеяние жатва, но есть люди, которые сеют неправду, ложь, обман, нормально живут, да? Есть наоборот. Люди стремятся помогать, и их постигают всевозможные беды. И Осав говорит, трудно мне было это уразуметь, потому что, послушайте, мы об этом будем говорить на следующих собраниях, когда будем говорить уже о причинах, на последнем собрании. Я уже сейчас скажу, есть вещи, которые никогда не понимаются нашим человеческим умом. Какой бы ты умный, образованный, сколько бы ты там не окончил семинарии духовных академий, ты это не уразумеешь. Они уразумеются только во святилище, то есть только в Божьем присутствии. Ты вдруг получаешь ответ для своей души. Это не ответ интеллектуальный, это ответ, который словно наполняет каждую твою клеточку. Именно такой ответ получил Иов. Но мы об этом поговорим с вами позже. Хорошо. Восьмая глава книги Иова. И вот после Елефаза выходит второй друг Вилдат и говорит второй стих. «Долго ли ты будешь говорить так? Слова уст твоих бурный ветер. Неужели Бог извращает суд и вседержитель превращает правду? Если сыновья твои согрешили пред Ним, то Он и предал их в руку беззакония их? Вы представляете? такое сказать отцу, который потерял всех своих детей. Вот вы абстрагируетесь от «это Библия, это Библия». Вот реальность. Твои дети погибли, потому что они беззаконниками были. Религия всегда жестока, хотя маскируется под правдолюбие. Такие правдорубы. «Брат, не хочу тебя обижать, но скажу. Бездушность и немилосердие». Когда в 91-м году умер наш первый с Дианой сын, к нам тоже приходили такие елдады и говорили, веры мало было. Если бы верили в Господа, не умер бы, молились мало. Сколько таких людей было? они всегда есть вот эти жестокие елдады, которые такие благочисленные. «Брат, я должен сказать тебе правду, не обижайся и убивают тебя». Причем, это, знаете, так произошло, что они даже во многом на Диану в то время повлияли. И Диана мне потом признавалась, что она испытывала некую даже обиду на меня. Правда же это было? Обида. А может быть, муж мало молился, может быть, он мало постился. Обида была вот за то, что произошло, вот эта боль. И вот потом, я помню, у нас было одно собрание, когда мы с Дианой сидели и слушали одного проповедника, который нам учил нас о жизни Иосифа. Мы с супругой на всю жизнь, наверное, запомнили те собрания. И во время этого, я помню, мы пережили с Дианой удивительное исселение наших взаимоотношений. Потому что ведь мы сегодня тоже, а почему это произошло? Может, ты что-то не так сделал? А может, ты не домолился? А понимаете, вот это обвинение не домолился, его можно к одному, к любому верующему применить. Потому что, а кто из вас домолился? Если ты молился 23 часа 59 минут в сутки, то все равно не домолился минуту. Вот домолился бы и все хорошо было. А возможно ли домолиться 24 часа каждый день молиться? Каждый день по 24 часа? Да невозможно. А кто из вас скажет, пастор, я столько пащу, что я бы так сказал, скажу, что ну достаточно. Да всегда думаешь, можно и больше молиться, правда же? Можно и больше паститься. Вот эта вот самоправедность, религиозная, обычная самоправедность. И такие люди никогда не понимают благодать Божью. Они могут о благодати говорить и даже проповедовать. Но пережить они ее не могут. Я помню, как мы с Дианой сидели вот на этом уроке, и мы просто переживали, как Божья благодать исцеляла нас. Мы просто поняли, что нечего винить друг друга в произошедшем. Бог исцеляет. Бог исцеляет. хватит это вот религиозное это самокопание. И в принципе вот вся речь Вилдада, это было продолжение речи первого друга Елефаза. Тоже, он тоже, знаешь, то-то потому, то-то потому, ну вот ты сам виноват. Вот к этому все свелось. Девятая глава, четвертый стих. Что же Ио, Иов ответил второму другу? Послушайте. Премудр сердцем и могущ силою, кто восставал против него и оставался в покое? Он передвигает горы и не узнают их. Вы знаете, вот друзья часто говорили, ну так человек может ли с Богом бороться? Да нет вопроса. Человек с Бога не поборет. Иов же не говорил, а я его поборю. Нет. У Иова был другой вопрос. А почему Бог встал против меня? Вот был какой вопрос. А не то, что я сейчас его поборю. И вот Бог, пятый стих, Он передвигает горы и не узнают их, превращает их в гневе своем, сдвигает землю с места ее и столбы ее дрожат. Скажут солнцу и не взойдет. и на звезды налагает печать. И вот посмотрите, Иов верит в абсолютную Божью власть. Все в руках Господа. Причем тоже маленькая заметка вот по ходу речи Иова. Смотрите слова «Сдвигает землю с места и столбы ее дрожат». Вы знаете, что в свое время верили, что земля на столбах, на черепахах, на слонах, да? Нам иногда кажется, что если человек ищет Бога, то он свободен от всех каких-то предрассудков своего времени. Это не так. Библия, это вообще книга об отношениях с Богом. Это не учебник научный. Поэтому мы видим героев Библии, которые могли быть в плане научном, быть подверженными каким-то теориям своего времени. Да, вот Бог может землю вздвинуть со столбов. Да, вот такая у него была картина. Но Библия не научная книга. Она говорит не о науке, а об отношениях с Богом. Да, вот тут показаны люди, у которых было своеобразное научное мировоззрение своего времени. И Иов был человеком своего времени. Не нужно в нем искать, что он все понимал, все знал. Нет. Даже сегодня можно любить Бога, но верить в плоскую землю. Я не понимаю таких людей, скажу вам честно. Но сказать, что этих людей Бог не спасет, и они все пойдут в ад, тоже не могу. скажи ближнему, Бог спасет даже тех, кто верит в плоскую землю. Хотя они чудные. Аминь. То есть поймите, я к чему хочу сказать, герои Библии не были людьми совершенного научного знания. Нет, они могли говорить какие-то с точки зрения науки. ну, ты думаешь, ты думаешь, ты жил бы в то время, ты по-другому бы думал? Нет. Ты бы только спорил, Иов не со столбов, с черепах. Так говорят последние научные исследования. 24 стих в этой же девятой голове. Иов продолжает. земля отдана в руки нечестивых. Лица судей ее он закрывает. Если не он, то кто же? Вы знаете, вот эти удивительные слова, которые опять-таки многие верующие не понимают. Драгоценные. Если не он, то кто же? Кто? Да, так происходит. Нам-то окажется, что на земле всегда должна восторжествовать справедливость. Но может быть не сразу, но потом. А Иов говорит, да, он закрывает порой лица судей. Нам иногда непонятно, почему же справедливость не восторжествует. Так бы хотелось. У нас до сих пор в нашей стране, если мы будем честными с вами, пытаются реабилитировать сталинизм. В новостях, что в Новосибирске памятник Сталину. У меня в семье ровно столько людей, сколько погибли на фронтах Второй мировой войны, столько же погибло в ГУЛАГах. Для меня, что Гитлер, что Сталин одинаковые личности. Я не хочу касаться политики сейчас. Я хочу касаться вопроса, казалось бы, ну ладно, прошло время, почему сейчас не восторжествует историческая справедливость? Почему люди снова хотят словно в ГУЛАГ? хотят Сталиных, пытаются в человеке, убившем огромное количество людей, найти положительные вещи? Я к чему это говорю? Да к тому, что вопросы, которые задает Иов, они сегодня не менее актуальны. То же самое сегодня и мы, и мы задаем. И вот смотрите, 10 глава, Иов продолжает свою речь, первый стих, опротивила душе моей жизнь моя, предамся печали моей, буду говорить в горести души моей, скажу Богу, не обвиняй меня, объяви мне, за что ты со мной борешься, я не спорю, что я тебя поборю, я не могу понять, почему ты борешься со мной, вот в чем вопрос. Он не пытается себя ставить на уровень с Богом или победить Бога, он не может понять, почему вот этот конфликт произошел, что он сделал такого конкретно. Хорошо ли для тебя, что ты угнетаешь, что презираешь дело рук твоих, а на совет нечестивых посылаешь свет? Разве у тебя плотские очи, и ты смотришь, как смотрит человек? Разве дни твои, как дни человека, или лета твои, как дни мужа, что ты ищешь порока во мне и допытываешься греха во мне, хотя знаешь, что я не беззаконник, что некому избавить меня от руки твоей, твои руки трудились надо мною и образовали всего меня кругом, и ты губишь меня? Вспомни, что ты, как глину, обделал меня и в прах обращаешь меня? И вот посмотрите, Иов периодически, вот во всей книге видно, перестает разговаривать со своими друзьями и начинает разговаривать с кем? Вот вы знаете, вот это очень важное качество, что бы ни происходило в твоей жизни, твоей диалоги с людьми, с ситуациями, с обстоятельствами, с проблемами, чем мы отличаемся, в конце концов мы понимаем, все сводится к нашим отношениям со всемогущим Богом. и он уже говорит Бог, Бог, что он здесь говорит? Ну ладно, вот эти люди, мои друзья, они выискивают во мне недостатки, но ты-то ведь знаешь, они меня во всем упрекают, что я там что-то натворил, Бог, но ведь ты не человек, ты же знаешь меня, Господи, ты же знаешь, что я не беззаконник, он ему говорит, ты же знаешь, Иову нужна конкретика, Иову нужна конкретика, вопросы, ответов нет. И третий друг, последний, вступает в общение с Иовом. Одиннадцатая глава, первый стих. «И отвечал Сафар наамитянин и сказал, разве на множество слов нельзя дать ответа? И разве человек многоречивый прав? Вот понимаете, в чем сложность? Они такие вещи говорят, вот правильные, ну и помните, в Новом Завете в многословии не именовать чего? Греха. Разве чем больше ты скажешь слов, тем ты правее? Это правильная фраза? Да правильная фраза, конечно же. Количество слов не говорит о качестве выражаемой истины этими словами. Но как они этими, казалось бы, правильными фразами облекают полную чушь? Смотрите, вот разве человек многоречивый прав? Пустословие твое заставит ли молчать мужей, чтобы ты глумился и некому было постыдить тебя. Вот заметьте, я не думаю, что они так общались с Иовом, когда он был в фаворе. А тут можно уже не церемониться. И как, смотрите, вот в их речах чувствуется некая презрительность. У Иова такого нет. У Иова боль, отчаяние и непонимание. А у этих некая такая издевка. пустословие твое заставит ли молчать мужей, чтобы ты глумился и некому было постыдить тебя. Ты сказал, суждение мое верно и чист я в очах твоих, но если бы Бог возглаголил и отверз уста свои к тебе и открыл тебе тайны премудрости, что тебе вдвое больше следовало бы понести. И так знай, что Бог для тебя некоторые из беззаконий твоих предал забвению. Третий друг вообще говорит, Иов, ты чего тут выступаешь, ты еще легко отделался. Бог тебя не за все твои грехи наказал еще. Он некоторые грехи так подзабыл. А если бы он тебе за все наказал, тебе в два раза хуже бы еще было. Что может быть милее христианского утешения? христианского христианского что можешь сделать? Глубже преисподней что можешь узнать? Опять-таки смотрите, такие внешне правильные красивые фразы, но что они объясняют? Иов-то их просит конкретно в их вещей, а они опять начинают тут. И в 12-й главе первый стих и отвечал Иов и сказал подлинно только вы люди. То есть он уже даже не к третьему другу обращается, а ко всем ко всем трем друзьям. Подлинно только вы люди. Да. Я-то кто? Никто. И с вами умрет мудрость. И у меня есть сердце как у вас. Не ниже я вас. И кто не знает того же. То есть то, что вы сейчас объясняете это очень популярное объяснение. Кто этого не знает? Что вы думаете мне что-то объяснить? Я об этом не слышал? Вы впервые мне тут глаза открыли? Да? Нет. Посмешищем стал я для друга своего. Я, который взывал к Богу и которому он отвечал. Посмешищем человек праведный, непорочный. Посмешищем стал я. Видите? Иов им говорит да, только вы люди. То есть если логика ваша верна, отвечает Иов, то почему только меня такое постигло? Вы что, лучше? То есть если беды, говоря таким современным языком, если беды являются наказанием за грехи, почему так выборочно? тут есть красивые слова Иова в 12 главе 7 стих. И подлинно спросил скота и научит тебя у птицы небесной и возвестит тебе или побеседует с землей и наставит тебя и скажут тебе рыбы морские. Кто во всем этом не узнает, что рука Господа сотворилась ее? Эти знаменитые слова, где Иов говорит творение само, но указывает на Творца. Позже об этом же помните, кто писал? Кто? Апостол Павел в послании к римлянам, да? Ибо невидимое его вечное сило его и божество от создания мира через рассматривание творений видимо. Помните, да? То же самое он говорит. То есть Иов верит, что творение жизнь отражает Творца. И вот в 13 главе 2 стих «Сколько знаете вы, знаю знаю и я, не ниже я вас». То есть если вы думаете, что вы меня... Понимаете, когда люди говорят, что твое наказание это следствие твоих грехов, то они как бы говорят, а мы так не грешим, у нас же нет такого наказания. Иов им отвечает, не ниже я вас, но я к Вседержителю хотел бы говорить и желал бы состязаться с Богом, а вы сплетчики лжи, вы все бесполезные врачи. Вот вы знаете, дай Бог, чтобы мы христиане не стали такими бесполезными врачами. О, если бы вы только молчали, это было бы вменено вам в мудрость, выслушайте же рассуждения мои и вникайте в возражения уст моих, надлежало ли вам быть лицеприятными к Нему, надлежало ли вам ради Бога говорить неправду и для Него говорить ложь, надлежало ли вам быть лицеприятными к Нему и за Бога так припираться, хорошо ли будет, когда Он испытает вас? Обманете ли Его, как обманывают человека? Строго накажет Он вас, хотя вы скрытно лицемерите. Неужели величие Его не устрашает вас и страх Его не нападает на вас? Видите, я еще раз говорю, вместо того, чтобы утешить Иова и направить Его своей поддержкой на поиск Бога? Друзья обличали Его и направляли Его на поиск греха. А Он им говорит, а вы чем от меня отличаетесь? Чем? Вам не страшно, дорогие, если вас постигнет что-то из того, что постигло меня, вас самих, ваши объяснения удовлетворят? Вы же лицемерите, говорит Иов. Вы делаете себя, что у нас все хорошо, потому что мы такие пред Богом хорошие, а у меня плохо, потому что я согрешил. Это же лицемерие. Все мы так или иначе ведем себя неправильно, однако такие беды далеко не у всех ведь. Что вы хотите объяснить, говорит Иов? Это лицемерие, величие Бога не устрашает ли вас? То есть Иов им как бы говорит, друзья, а не думайте ли вы, что вам нужно не в моей ситуации разобраться, не мне объяснять, а сами для себя найти объяснение, чтобы если не дай Бог, с вами что-то подобное было, вы знали ответ. То есть видите, религия это всегда лицемерие, когда один над другим возвышается своей такой самоправедностью, хотя сам ничем не лучше. И таким образом, с чем мы сталкиваемся? Мы сталкиваемся с тем, что друзья Иова попытались объяснить его жизнь своими какими-то богословскими теориями, а жизнь Иова в эти теории не вписывалась. это сразу нам напоминает жизнь Иисуса Христа, который тоже не вписывался в богословские теории книжников и фарисеев, потому что Он точно так же говорил не о системах или теориях, а о личном отношении с Небесным Отцом. И очень интересно, куда автор этой книги ведет. Но об этом мы будем говорить с вами. Следующая проповедь. На этом первый раунд друзей Иова самим Иовом закончен. Давайте закроем глаза и склоним головы, потому что даже во время вот этих первых разговоров друзей с Иовом уже мы можем очень много драгоценного для себя извлечь. всемогущий Господь, мы благодарим Тебя за Твое Слово, мы благодарим Тебя Господи за Священное Писание, за то, что Ты честно раскрываешь нам важные вопросы, которые не только мучили Иова, но мучают и нас. И Ты не даешь нам в ответ религиозной сказки, но показываешь нам правду, Господи. И я молю, мой Бог, дай нам увидеть ее. Не просто удовлетвориться какими-то человеческими объяснениями или религиозным лицемерием, но видеть честно, вникать в себя и в учения, в себя и в эту книгу, книгу Иова. Чтобы Ты, как говорил с Иовом там, говорил и с нами через эту книгу. Благослови, Господи, пускай Твое слово звучит во имя Иисуса. Да будет Тебе, Господи, слава, честь и хвала. Особенно, Господь, я прошу, коснись моих братьев и сестер, которые проходят через трудный период своей жизни. Коснись их, Дух Святой. Пускай во время этих собраний они не только меня слышат, они слышат Тебя. Однажды сказал Господь, и пусть дважды услышат они внутри себя, в своем сердце. Благослови, Господь. Аллелуйя. Благослови, Господь, Иисус. Аллелуйя. 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 Аллелуйя.